всем привет друзья меня зовут давид и с вами видеошопер рассказываю что такое сяоми 14t это настоящий предфлагман сразу после него уже идет флагманское устройство от компании сяоми чтобы вам не запутаться это обзор именно сяоми 14t потому что есть еще такой же телефон с приставкой про у него зарядка побольше там 120 ватт есть еще некие отличия но этот телефон довольно интересный единственное конечно он не дешевый нужно понимать но в основном за счет того что здесь есть технология здесь довольно таки хороший процессор который фактически на мой взгляд и не уступает флагманскому аппарату но давайте поподробнее единственное что мне не нравится лично мне все-таки аппарат не дешевый это то что у него пластиковая рама под ней металлическое основание но все равно пластик конечно это странновато и второе если уж немножечко попридираться позвольте а дальше просто телефон интересный буду рассказывать все плюсы на мой взгляд за эти деньги рамки большие можно было сделать смело меньше это технически возможно но похоже сяоми просто разделили линейки что вот вам аппарат 144 герц классный проск забегая вперед спали вы там камера неплохая но вот вам рамочки большие пластиковая рама ну давайте по порядку телефон на самом деле чуть-чуть простоват как по мне единственное что спасает опять же и не рассказал что спинка то у него стеклянная спинка стекло просто рама пластиковая единственное что спасает что в комплекте есть бампер в любом случае в бампере носить ну почти все покупатели этого телефона как и любого другого их будет но если вдруг будет носить без бампера он не такой скользкий единственная проблема светлый телефон собирает отпечатки в любом случае за бампер спасибо можно с ним походить год как минимум он будет год в нормальном состоянии а потом купить другой липу телефон стереодинамики есть достаточно громкие четкие есть инфракрасный пор дополнительный микрофон все довольно таки неплохо кнопка включения кнопки громкости все под большой палец правой руки в целом дизайн такой дизайн мы видели уже десятки раз надпись лейка то есть по камерам он достаточно интересным давайте о камерах тогда сразу и расскажу первое что мне в этом телефоне понравилось это неплохой четырехкратный зум можно и больше увеличивать но уже с потерей качества самое главное что телефон не разочаровывает и получаем нормальные ночные нормальные дневные фотографии нормальные фотографии широкоугольной камеры но тут еще немножечко в минус то что флагманский аппарат 2024 году любой разница между основной и сверхширокоугольной камерой она практически отсутствует здесь сверхширокоугольная камера она чуть хуже но это опять же может быть я зря придираюсь но так как телефон все-таки не бюджетник а такой нормальный почти флагман поэтому озвучиваю опять же вердикт пока что фото и фронталка и основная широкоугольная в целом очень даже неплохо по качеству видео в отличие от старшего брата который вообще 8к записывать честно скажу это вообще не нужно он нормально записывает 4к 60 fps но только получается на основную камеру на широкоугольную камеру только 4к 30 fps мелочь просто озвучиваю все нюансы качество хорошее на мой взгляд и на основную на широкоугольную камеру также можно записывать качестве 1080 тоже будет неплохо то есть как камерафон и как видеофон телефон не разочаровывает практически это наверное все таки мои придирки учитывая стоимость устройства будете довольны что касается экрана экран 6 7 дюймов 144 герц частота обновления это очень редкий телефон на рынке с такой частоты обновления с другой стороны справедливости ради 120 и 144 сами понимаете разница небольшая но странно то что компания 7 даже во флагманских аппаратах не делает 144 герца делает только вот в т-серии это удивительно телефон быстрый летает экран очень четкий очень приятный очень сочный 2 и 7к разрешения полный порядок на экране конечно же с большим удовольствием будете смотреть фильмы youtube не знаю там руту бк и так далее пользоваться телефоном потреблять контент или создавать контент будет классно на солнце дисплей читаемый яркость очень высокая что касается процессора вот тут мне все очень нравится и даже честно говоря даже такие аппараты как 14t я с большим удовольствием называю как игровые телефоны в отличие от любого флагмана независимо даже это ios или android почему здесь у нас медиа тег даймонд сети 8 300 ультра 4 нанометра отлично проходит тростлинг тест да можно подряд несколько раз его пропускать мы так и делали но в целом проходит идеально самое главное что вы в игрушках пабу мобайл фортнайт не знаю танки вы будете ставить максимальные либо близкие к ним настройки как на флагманах и если у вас цель поиграть иногда на телефоне это будет замечательный опыт потому что телефон не будет сбрасывать fps не будет сбрасывать так то частоту то есть и не будет экран темнеть очень все хорошо еще раз как игровой телефон т-серия замечательно подойдет потому что процессор очень мощный но при этом здесь грамотно реализована система охлаждения и процессор он не задирает частоту как и на флагманских аппаратах когда начинает уже перегреваться и ронять fps даже в этом 2024 году вердикт если хотите предфлагманский телефон не из-за того что хотите сэкономить и не взять флагман как игровой рассматриваете посмотрите на т-серию при том даже про не обязательно брать 14 т за глаза но и кроме игр конечно же в остальном он очень быстрый четкий и приятный будет работать великолепно по батарейке тут производитель остается верным себе компании с вами скажем большое спасибо что именно эта компания много лет назад внедрила стандарт 5000 миллиампер час вслед за ней подтянулись все другие производители она была первой 5000 миллиампер час батарейка даже при таком мощном процессоре в любом случае телефон у меня находится некоторое время я его немножечко погонял мне было интересно на будущее может быть себе взять весне или к лету как вариант держит неплохо с утра до вечера точно доживает при средних нагрузках скажем так часов я думаю там 67 экрана при нагрузках при нормальной яркости он вытягивает это хороший результат а если говорим о видео воспроизведение то тут в районе там до 20 часов вытянуть можно зависимости от контента зависимости от контента зарядка 67 ваттная в комплекте это тоже большой плюс потому что у многих конкурентов даже более дорогих по цене там совсем там плохо а здесь 67 ватт это прекрасно заряжается с нуля полностью разряженного аккумулятора до 100 процентов за 45 минут что также является очень хорошим показателем есть лучше пожалуйста прошку берите она там за 20 минут будет заряжаться при такой же батарейки то что там уже 120 ватт подводя итоги кстати сюда прикрутили теперь также умные функции как компания samsung оказалось неожиданно 1 которая внедрила искусственный интеллект это очень давно ждал и мои предсказания о том что все производители будут это делать и мало того не нужно владеть флагманом того же самсунга чтобы всем этим наслаждаться потихонечку притворяется в жизнь скоро это будет доступно всем даже на недорогих телефонах сяоми молодцы они внедрили сюда русский язык это перевод синхронный это очень много фишек искусственного интеллекта скоро мы начнем к ним привыкать но пока они еще далеко не во всех телефонах внедрены по зарядке кстати вот знаете очень важно вы пожалуйста перед покупкой уточните потому что компания поставляет телефоны в россию сейчас зарядными устройствами отдельно в коробке для него места нет чтобы вы понимали 14 серии он отдельно идет будет ли он в комплекте в следующих поставках в будущем когда будете смотреть ролик пожалуйста уточните перед покупкой на данный момент зарядка идет а в будущем уже неизвестно это точная информация места даже для зарядки в коробке нет подводя итоги на т-серии она конечно не дешевая с одной стороны меня немножечко разочаровывает все-таки большие рамки но я наверное придираюсь кто-то и внимание не обратит пластику рамы придираться не буду в любом случае бампер комплекте надели и забыли в целом плюсы фактически все в плюсах и время работы от батареи качество и экрана и прекрасный процессор который не так подробно рассказал что для игрушек может подойти и довольно таки неплохое качество фото и видео все очень даже достойно это настоящий почти флагман практически флагман на этом сегодня все спасибо что нас смотрите подписывайтесь на наши социальные сети ссылки под видео с уважением давид и команда видеошопер счастливо друзья активности